Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Афир канала РЕН продолжают новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. 1 сентября первый звонок прозвенел во всех школах Анапы, повестив о начале нового учебного года. Всероссийский субботник «Зеленая Россия» собрал на уборку города тысячи анапчан. К общему делу присоединились и гости курортной Анапы. Велоквест – правила компьютерных игр действуют в реальности. И сейчас обо всем подробнее. Кадетская школа Анапы встретила 1 сентября в новом современном здании. Для 275 мальчишек-кадетов созданы все условия для того, чтобы они смогли воплотить свои мечты в реальность. Для того, чтобы оценить масштабы происшедших перемен, мы заглянули в архивное видео. Вот так выглядел парадный вход перед училищем еще полгода назад. А сегодня кадеты здесь блистали с троевой подготовкой на новеньком плацу. Знамя кадетской школы имени героя Советского Союза Старцынова внести равнение на знамя. Право поднять флаги предоставлено лучшим ученикам выпускных классов. Кадеты с волнением исполняют гимн Российской Федерации. В эти минуты особенно остро понимаешь, что перед этими мальчишками кадетская школа открывает безграничные горизонты. Сегодня в нашем городе-курорте, я не побоюсь этих слов, знаменательное событие. Я уверен, что те 275 ребят, которые сядут за парты в этом здании, вырастут достойными гражданами своей Родины. Вы слышали, как они пели гимн? И я вам скажу, что немногие сегодня это умеют. Это заставляет власть задуматься над тем, а что мы еще не сделали, что предстоит сделать. Я в этот день хочу пообещать вам, уважаемые ребята, что мы в самое ближайшее время заложим и начнем строительство в этой школе современного спортивного зала. В своем послании президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что наша задача воспитывать молодежь, устремленную в будущее. И, наверное, в этой школе нашей прежде всего идет воспитание людей, воспитывают гражданственность и патриотизм. Приветствуют кадетов и юные танцоры. Звучат слова от имени 42-х пятиклассников, поступивших в школу в этом году. Глава города с удовольствием перерезает красную ленточку, а ключ знаний доверено принять самому активному пятикласснику Никите Исаеву. Ему поручено показать главе свой класс. Вот этого класса где общаемся? Я в Цибонобалке, 16-я школа. У тебя родители попросили сюда или ты сам? Нет, сам. Точно сам? Да. Ну покажи, где ты будешь сидеть. Я не знаю. А где бы хотел, только честно. Хотел, ну показывай. Вторая парта слева. У окна? Да. И зимой тепло, и в окно можно смотреть. Да? Ну молодец. Мы попросим классного родителя, чтобы тебя туда посадили. Хорошо? Еще раз Сергей Павлович осматривает столовую и ее оборудование. О таком оснащении может мечтать любая школа. Глава города замечает, что надо провести экскурсию и показать, сколько сделано и родителям тоже. И честно скажите, вот забыли запроектировать вентиляцию. Сейчас пока естественно, но будем делать. Сколько попросили за вентиляцию? Помнишь, позапрошлый приезд? Важно. А знаешь, за сколько делают? За 400. Помнишь, я говорил? Да. Можно за бюджетные деньги просить и два с половиной, и три можно. А предприниматель пришел и сказал, я сделаю за 400. Глава города сделал предложение, исполняющий обязанности директора школы Натальи Владимирович Рябаконь, не терять связи с морским пограничным университетом, чтобы в замечательных учебных кабинетах было не просто уютно и интересно учиться, а чтобы школа воспитывала настоящих патриотов и достойных граждан своей страны. Торжественные линейки прошли во всех школах Анапы. В школьном дворе школы номер 7 и гимназии в река первый звонок прозвенел дважды с интервалом в полчаса. Белые банты, кажется, вот-вот взлетят в небо вслед за воздушными шарами с желаниями первоклашек. Нарядные и особенно торжественные на празднике открытия нового учебного года. В новой школьной форме первоклассники будто вошли в новый образ серьезных маленьких людей. Разделяют торжественный момент с мальчишками и девчонками, родителей и бабушки. Жалко, немножко плакали. В первый класс провожаем. Внучку единственную в первый класс. Лариса Леницкая провожает внука. Настроение прямо противоположное. Прекрасно. В очередной раз прекрасное настроение. Провожаем среднего внука в первый класс. Нет, не жалко. Он у меня, как он говорит, я самая умная. Мы говорим, ну и будь умным всю жизнь. И с таким же настроением и удовольствием бабушка первоклассника вспоминает свой первый звонок. Конечно, помню. Я рождена в Геленджике. И первый звонок был, знаете, в то время погода была более жарче, чем сейчас. Белый фарты, коричневая платьица и огромный букет с гергин. На торжественной линейке все по традиции. Школьный вальс, самые трогательные подарки на путьственные слова выпускников первоклашкам и час потехи перед большим и ответственным делом – учебным годом. Мы пришли в первый класс, айдем можно друг друга поздравить. Сохранил в памяти самые яркие воспоминания о своем первом звонке Егор Седых. В этом году семиклассник школы номер семь. Помню нашу первую учительницу, помню, как мы ходили в почетный круг, как нас встречали. В этом году 36 учебных заведений приняли более 19 тысяч учащихся школьников и гимназистов. Из них 2141 пошли в первый класс. Для них в первую очередь прозвенел первый школьный звонок, зовущий на первый урок. В этом году на подготовку школ к новому учебному году из местного бюджета было выделено 52,5 миллионов рублей. Значительное внимание уделялось приобретению нового оборудования, благоустройству территории, улучшению качества питания в столовых, вопросам безопасности. И в продолжение темы школа – один из самых важных институтов жизни. Кроме базовых знаний письма и счета, каждый учится чему-то индивидуально. О школьных годах мы напомнили сегодня анапчанам и гостям-курортам, что они вспоминают о школе. Школа должна научить ребенка учиться, а дальше он учится сам. Школа развивает детей, я так думаю, что очень много дает все равно, в плане том, что в школе дети находятся большее количество времени. Дети сейчас, как и прошлые, мы все равно ориентированы на педагога. Все зависит от педагога, который рядом. У меня профессия – я медик, а школа, может, чему-то другому научила. Нет, это не связано было. Да, естественно, и педагог тоже настраивал, уже видел, кто как ведь учится, как ребенок, к чему приучен, и какое у него приспособление к какой профессии. Конечно, да, школьные времена, наверное, самые запоминающиеся. То есть, учителя все помогают с определением профессии, особенно последние классы 10-11, конечно, помогла школа. Вот на самом деле, запомнился, первый класс учительница Алла Павловна Гусева. Вот так у меня, как было, вот она через всю школу, жизнь, она мне прошла. Вот то, что она начинала мне давать, и она у меня отложилась. Ну, мне нравилось. А эта учительница, сколько было учителей, я ее вспоминаю больше. В выходные в Анапе прошел всероссийский субботник «Зеленая Россия». Уборки городских улиц, дворов и прилегающих территорий коммерческих объектов приняли участие сотни анапчан. Детский парк с самого утра начали убирать около 70 человек. Сотрудники управления культуры, волонтеры, представители ТОС, северного района, активисты, жители и даже гости курорта. Лидия Жульй, коренная анапчанка, организовала целый отряд единомышленников. Мы неравнодушны за этот парк. Мы когда-то в свои школьные годы за этим парком ухаживали. Здесь участвуют все руководители ТОС, все руководители ТОС северного микрорайона. У меня их 11. Дети, вот школьники, вот отдыхающий товарищ, вот помогает. Вот это наш такой зов души, помочь нашему любимому городу. В уборке детского парка задействовали спецтехнику, вывозили собранные мешки с мусором. Акцент в уборке делали на сборах павшей листвы, мусора и амброзий, растущей вдоль центрального прохода. Все участники субботника отметили, убирают с удовольствием. Принуждение и давление никто не чувствует. Начнем с того, что это всероссийский субботник, как минимум. Ну, а во-вторых, наверное, это наша обязанность, наша работа, наш долг, наверное, потому что мы же живем в городе Куртианат, поэтому надо осмотреть за чистотой, порядком, убирать. Вообще здесь сегодня собралась вся культура, руководители учреждений, специалисты, все пришли в парк для того, чтобы здесь навести порядок. Это просто обязанность, я считаю, каждого жителя города, смотреть за своим городом, за своими улицами, домами. Мы же убираемся у себя в доме, мы же не хотим жить в грязи, поэтому, наверное, это нормально, это правильно, убираться в своем родном городе, наводить здесь чистоту и порядок. Тем более, как говорится, еще не закончился сезон, здесь очень много гостей у нас. Мы не должны ударить, как говорится, грязь лицом. Ну, а у культуры здесь закреплен участок, мы сюда ходим регулярно, выходим убирать, поэтому нам это нравится, чувствовать себя причастными к этому. Каждую субботу мы приходим на уборку в детский парк. Детский парк – это лицо нашего города. Мы хотим, чтобы город наш был чистым, красивым, и это прогулочная зона для отдыхающих с детьми. И нам очень приятно, что мы способствуем чистоте нашего города. Для того, чтобы было чисто и красиво, это должно прививаться, наверное, с самого детства. Идет ребенок, чтобы он бросал в урну мусор. Уборка в субботу прошла и на улицах города. Опавшие листья на улице Ленина собирала молодежь. В скверах Гудовича и Трисвичи помимо уборки привели в порядок столбы, очистили от рекламы и покрасили. В центре города на улице Краснодарской прибордерную часть газоны и тротуар чистили сотрудники медиагруппы «Анапа». К другим темам. Безбарьерная среда завоевывает новые пространства. Теперь спортивная школа номер 3 присоединилась к списку доступных объектов для всех категорий людей, в том числе и с ограниченными возможностями физического здоровья. Детско-юношеская спортивная школа номер 3 открыла список спортивных объектов, доступных для каждого. Для людей, вынужденных передвигаться в инвалидном кресле, сделан пандус. С учетом требований строительных норм и правил. Установлены поручни, дверные проходы расширены. Для слабовидящих разработаны мнемо-схемы. Работает кнопка вызова на входе. Если человек на коляске подъезжает к пандусу, и, допустим, шейник не может подняться, то есть нажимает на кнопочку, то есть ему выходит, человек и помогает. В день открытых дверей нововведения и внимательное отношение к проблемам передвижения оценили те, для кого эти изменения и были сделаны. Очень, конечно, удобно, что вот эти все пандусы, все вот это, огромное спасибо людям, кто это все создал и так заботится о тех, кто действительно ограничен, заехать, допустим, посмотреть. Спортивная школа номер 3 первая, где переоборудовали не только вход. Запланировано введение безбарьерной среды еще в шести учреждениях. Огромное внимание уделяется главой муниципального образования город-курорт Анапа Сергея Палача Сергеевым, детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В этом году дополнительно было выделено 3 миллиона 640 тысяч для того, чтобы в шести учреждениях спортивной направленности были организованы доступные среды, чтобы дети-инвалиды, которые у нас перемещаются на колясках, могли свободно, доступно проникать в объекты спорта и заниматься в этих объектах. Здесь сделан пандус, приведены в соответствие санитарные комнаты для того, чтобы дети-инвалиды смогли доступно проникать во все помещения, которые находятся в этой спортивной школе. И также здесь доступным оказались тренажеры, необходимые для занятия спортом. Для нас это праздник. То, что рекламируется по телевизору, люди так не делятся, так оно и есть. И у людей этих мужества хватит на двоих и троих. И поэтому соревнования по видам спорта среди инвалидов проводятся. Наш вид спорта – олимпийский бокс. Вряд ли по нему можно провести среди инвалидов соревнования. Но присутствие на арене, присутствие в спортивном зале на сегодняшний день, я считаю, что необходимо и оно обеспечено. В очереди на расширение границ пространства для малоподвижных людей – гостиницы, санатории, объекты торговли. В совместных планах с Управлением соцзащиты разработка проекта по занижению бордюрных камней на тротуарах. В рамках программы «Безбарьерная среда». Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер выхода прогноза погоды – салон магазин изделий из камней самоцветов, тайной медной горы и золотой цирк Юрия Никулина. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин тайной медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений с серебра, авторские изделия. Салон-магазин тайной медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Уважаемая публика, дорогие ребята, золотой цирк Юрия Никулина снова в Анапе. Только выдающиеся артисты получили право выступать под сводами цирка «Великого клоуна». Итак, мы начинаем. Смотрите и восхищайтесь! Во вторник, 2 сентября, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 29, 31, ночью плюс 24. Ветер переменный восточного и северо-западного направления, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 24 градуса. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин